Доброе утро, дорогие друзья. Итак, Ходыш ТОВ. Сегодня мы с вами отмечаем Рожходыш месяца Элул. Вечером начнется первая Эллула. Все, все, мы вступили в тот период, когда уже поздно что-то там себе придумывать. Надо уже немедленно что-то делать, подводить итоги, строить планы и немножко пофилософствовать. Давайте просто пофилософствуем, подведем итог тому, что было. Ведь человечество думает, что все новое. На самом деле все это уже было. Итак, давайте представим себе, что есть небо, есть Бог, есть расплата, есть наказание. И что человек через 120 лет, придя из этого мира, убедится, что, слушай, оказывается вот так оно и есть. И как же будет ситуация у многих людей? Они скажут, блин, верните меня назад, если бы я знал. Ведь я не знал, что в этом мире все наоборот. Что, например, неприятности даются для того, чтобы укрепить душу и потом получить приз, богатство, это есть для того, чтобы ухудшить испытания и так далее и тому подобное. А смотрите, что было. Уже помните, один раз мы все это проходили. И был на земле один язык, и речи единые. Сошел Бог, увидел, как башню они начали строить. Для чего строили башню и как это было? Вспомните, что быстрых средств сообщений и связей не было. Зато жили близко все, рядом, единым порывом, плечом к плечу. Двинулись, написано, нашли долину и так далее. Построили, давайте строить город, сказали. Мировая деревня, большой город. Чтобы не было рассеянным по земле. Поэтому для людей, что стало главное? Язык был общий и что? Высшие технологии начались. Для проекта города нужны кирпичи вместо камней и так далее и тому подобное. В это мы не входим. О чем разговор? Люди ищут технологические решения своих проблем вместо духовных. Они считают, что проблема... Вот еще немножко, еще кирпич найдем. Еще поднимем выше башню. Обязательно надо бросить небо вызов. Там же, наверное, никого нету. Я буду самый главный. Поэтому встали бетон вместо примитивных кирпичей. Появились сегодня уже реактивные самолеты, атомная энергетика. И главное, что цели и проекты такой же, как было у Вавилонской башни. Все тот же порыв бунтарский, начавшийся с эпохи Возрождения. Что? И сказали они, давайте построим себе город и башню. А здесь что? Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Помните? И они, наверное, многие помнят гимн авиаторов в Советском Союзе. Пьянящее ощущение гордости за коллективный разум своей страны. Гагарин полетел, говорит, проверил, Бога нет и так далее. Все это было, все все знают. Вступили в сговоры, сказали, поднимемся на небо и сразимся с ним. Вот суть того, что было. И вот суть того, что мы увидели уже в наше время. Так же, как во время Вавилонской башни опять собрались люди, опять они придумали себе все, что угодно. Бога нет. Ну, если есть, то где-то там, чтобы он не мешал. И учтите, что проект башни возник не просто так. Это была попытка реванша за всемирный поток. Потоп напугал людей. Люди думали, что раз в тысячу, там, 566 лет происходит такое. И сказали, давайте сделаем для подпорки. Все всегда очень объясняется, поэтому ничего нового нет. Один язык, один речь, одни цели, все это уже было. Поэтому хотели люди показать свою власть над миром, свою власть над Всевышним. А что сказал Всевышний? Он смеялся, в том числе и над поколениями потопа, и над поколениями башни, и над поколениями Содома и Аморы. И то, что мы видим сейчас, абсолютно то же самое. Поэтому, смотрите, после этого рушится все, на что раньше опирались. Рушатся и измы разные, демократия, которая сейчас уже привела к тому, что демократическим путем выбирают вообще неизвестно, что происходит. Да все эти идолы демократически голосуют за то, что они голубые или еще что-нибудь. Именно поэтому в преддверии первого Иллу нам надо подвести итоги. Знаете почему? Потому что первого Иллула было разрешено Маше во второй раз подняться на небо и получить прощение. И те вторые скрижали, которые он к нам и принес. Это значит, что вот это время прощения, время, которое оно остается, как время Пурима остается через многие годы, так и время, вот эти 40 дней, это уникальное время очищения. Кстати говоря, чтобы я не забыл, Яков Раковых, великий раввин, говорил, что каждый, кто произносит 27-й псалом с первого месяца до завтрашнего дня, с первого месяца Иллула до окончания Симхат-Тара, даже если на небесах вынесли ему, не дай бог, плохой приговор, он может обязательно его отменить. Это и так, на всякие случаи. Поэтому, для того, чтобы нам нормально вступить в эти 40 дней очищения, вот представьте себе, мы идем в речку очистить, что нам для этого надо? Сначала человек раздевается. Что это означает? Надо покопаться в себе, проверить, что там я не сделал не так, построить тот план, который точно, вот я посмотрел на речку, я сюда зайду, здесь выйду. И потом, очень важно еще одно, очень важно понять, что ошибка многих людей кроется в том, что они все откладывают на потом. Я сделаю потом, я сделаю, я все сделаю. А потом в руках Бога, это не наше понятие. Поэтому потом не бывает у человека, который специально откладывает. Написано в Талмуде, тот, кто откладывает покаяние, ему посылают обстоятельства, чтобы он не смог этого сделать. Поэтому нам всем необходимо сегодня, сейчас, в Рошходыш, начать вот эти 40 ступеней, 40 дней. И тогда обязательно спасемся. Враховая слаха.